Здравствуйте, здравствуйте, гости! Грусти, печали, забросьте! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Верные наши друзья! По сложившейся традиции, со встречи со зрителем Центр Русской Культуры открыл свой новый творческий сезон, уже 22-й. Как и предыдущий, он будет красочным, многогранным, богатым на события, заверила всех друзей Центра Русской Культуры, хозяйка Русского Дома Героида Богданова. Мы День Славянской Культуры всегда проводили в здании, во Дворце Культуры, а в этом году хотим пригласить большой творческий детский коллектив «Русь» из города Владимира и показать этот концерт всем людям на площади. Это один праздник. Еще праздники «Яблоневый спас» хотим повторить, потому что всем он понравился. Еще очень хотим провести новый праздник «Троица». Хотим провести такие праздники, которые касаются юбилея Пушкина. Ожидает всех нас и праздник Пороскевы, Масленицы, другие не менее интересные мероприятия, которые в нашем городе давно уже получили постоянную прописку. Творческий сезон будет богат и на спектакле, ведь с этого года в Центре Русской Культуры начал свою работу театральный кружок. И в этот праздничный вечер состоялся дебют юных артистов. В их исполнении зрители увидели один из фрагментов русской народной сказки. В этот чудесный осенний вечер с началом нового этапа в работе «Русский дом» пришли поздравить представители Даугуплского латышского общества. Русская культура имеет довольно глубокие корни в Латвии, начиная с старобрядцев и кончая православным верованием, которые Центр Русской Культуры очень хорошо, бережно сохраняют, чтобы передать эту культуру, это наследие культуры следующим поколениям. Точно так же латышское общество заботится о сохранении и умножении латышской культуры Даугуплоса. Но и какой же праздник без узоров? Именно так называет и танцевальный коллектив, который бесспорно является гордостью и украшением русского дома. Влада танцует в узорах 7 лет, Алина – 10. Девушки уверены, что и этот год для именитого коллектива в Латвии и за ее пределами будет успешным. В этом году мы надеемся так же успешно выступить на всех фестивалях, на которые нас будут приглашать, как и в прошлом сезоне, и мы будем надеяться, что он пройдет так же успешно. А нам осталось только сказать – следите за афишей мероприятий Центра Русской Культуры или просто приходите в Русский Дом в гости, когда вам станет скучно.